Жест приветствия, до того как Стивен Хакинг стал известен, в школе он был двоечником, а дома ломал все бытовые приборы, до того как Хакинг стал известен, он смертельно заболел и должен был отойти в мир иной, а но через пару лет он прожил еще более 50 лет, и до того как Стивен Хакинг стал известен он потерял речь и общался с миром с помощью одной мышцы на щеке. И сегодня мы расскажем о Стивене Хакинге, до того как он стал известен, в детстве нашего героя сохранилось не так много связей, неизвестно что родители Стелла были Лондон сами, отец Фрэнк Хакинг работал следователем в столичном медицинском центре, а мать Изабелла была там же секретарем. В то время шла Вторая мировая, и фашисты периодически бомбили Лондон, что в итоге заставило Хакингов выехать в другой британский город Оксфорд, где на свет и появился сын Стивен. Это случилось 8 января 1942 года ровно через 300 лет после рождения великого астронома Галилео Галилея. Позже в семье появились две девочки, а еще позже Фрэнки и Изабеллу сыновили мальчика Эдварда. Наверное, в старшей сестра Мэри помнят меня лучше всех, помню он был очень смекалистый, его всегда все интересовало, помню отец сделал мне кукольный домик. А Стивен провел водопровод и электричество детстве, Стивен ничем особо не отличался от сверстников, разве только плохой успеваемостью во втором классе, он был худшим, позже немного поднажал в учебе, но подняться выше среднего так и не смог. Неплохо получалось в старших классах, так это физика и посмотреть, как они внутри устроены, но как признавался сам будущий ученый, разбирался на всех, ники хорошо, вот собирался не очень, в результате дом был завален сломанными часами, радиоприемниками, друг мы устройствами. При этом сверстники учителя догадывались, что из этого вредителей двоечника может вырастить гений из-за незаурядной способности, дали ему прозвище Эйнштейн. Родители Хакинга были бедными, поэтому когда мальчика отправили учиться в Оксфордский университет, они переживали о плохом исходе. Но к счастью, когда дело дошло до экзаменов, Стивен получил высший балл по физике. И смог продолжить учебу, салон престижным будет страны с хорошей стипендией. В течение года люди стали постепенно думать о Стивене как о самом выдающемся студенте года, он был выдающимся, но выдающимся в том смысле, что он мог внезапно бросить реплику и она была глубокой, так что он точно был человеком выдающегося ума. Короче, все складывалось удачно. Но под конец учебы в университете Хакинг начал быстро уставать, становился неуклюжим, постоянно что-то ронял или падал, сам себя забеспокоилось. Однажды на рождественских каникулах настояло, чтобы он обратился к врачу, перед тем как лечь в больницу парень отпраздновал Новый год, и на вечеринке встретил будущую жену, джипа и воспоминаниям Стивени и привлекло чувство юмора и независимая индивидуальность, а праздники закончились и нужно было идти к доктору. Стив лег в госпитале на двухнедельное обследование, там выяснилось, что падал он и уставал из-за синдрома Лу Гирига, это неврологическое заболевание, в результате которого пациент постепенно теряет контроль над мускулами. Через пару лет умирает нас мозгу, что мозг не пострадает, будешь думать, как раньше. Хакинг вспоминал, что этот приговор поверг его в шок, заставил задуматься, почему это случилось с ним, но встретив в больнице мальчика, умирающего от лейкемии, наш герой понял, что он еще неплохо отделался. Стив постепенно успокаивался и начал встречаться с Ж. И вскоре молодые съехались и, по словам Хакинга, у него теперь было ради чего жить. Более того, парень считал свою болячку подарком судьбы, он говорил, мое ожидание от жизни были сведены к нулю. Когда мне был 21 год, все, что было с тех пор, это бонус. Свой бонус Стивен решил использовать по полной, он погрузился в жизнь, которая бы позавидовали миллионы здоровых людей, активно вел научную деятельность, два раза женился и произвел на свет троих детей в 2007 году. Хакинг летал невесомости специально для этого компания Zero Gravity сконструировала самолеты в 2009 году, обещала отправить ученому в космос, но что-то не срослось от настоящего космического полета, Стивену пришлось все же отказаться, но как ни крути, инвалидность Хакинга все-таки не была легкой прогулкой. Его состояние ухудшалось из года в год. А ко всем проблемам добавилось еще и осложнение после воспаления легких пришлось сделать операцию, после которой парень навсегда потерял голос, чтобы как-то облегчить судьбу Хакинга. Друзья соорудили для него синтезатор речи, с его помощью ученый общался с окружающими нажимая на мышку пальцем. Одним из немногих органов, который к тому времени не был парализован, тоже отказал и палец. Единственное, что у Стивена шевелилось, это мышца на лице, которая пришлось присоединить специальный датчик таким образом, чтобы двигающий Кой Хакинг управлял компьютером. В общем ученый, чем дальше, тем больше зависело от других людей. Особенно от жены он часто с благодарностью рассказывал о своей супруге, которая ухаживала за ним более 20 лет. Казалось, такой самоотверженности и взаимной любви можно писать романы. Но в 53 года физик, будучи абсолютно немощным, разводится. И жениться вновь на одной из своих медсестра, с которой проживет еще 11 лет, я объявил свои помолвки целей Мэйсон и снова женился. Несмотря на прогрессирующую болезнь, Хакинг и на день не прекращал заниматься наукой и вошел в историю как один из наиболее влиятельных физиков-теоретиков нашего времени. Большую часть жизни я ученый занимался космологией и квантовой гравитацией. Одним из главных его достижений стала теория о том, что черные дыры испаряются, выпуская в космос излучение. Названное позже именем Хакинга, Севен также обосновал существование микроскопических черных дыр. По его мнению, эти штуки были размером меньше песинки, но при этом весили миллиарды. То еще одно серьезное достижение Хакинга – многомировая интерпретация упрощенном виде. Это теория о том, что существует множество параллельной вселенной, в каждой из которых действуют одни и те же законы. Достижения Хакинга очень важны. Наизвестен миллионам ученый стал благодаря Нима своим книгам, где он понятным языком рассказал простым смертным о квантовой механике и космологии. Книги гения неотвратимо становились бестселлерами, как, например, «Краткая история времени», «Черные дыры», «Молодая вселенная» или «Мир в ореховой скорлупе». Краткая история времени оставалась в списках бестселлеров более четырех лет и вошла в книгу рекордов Гиннесса. Причем он пытался популяризировать науку не только среди взрослых, но и среди детей, выпустив совместно с дочерью Люси Хакинг детскую книжку «Джордж» и «Тайны вселенной» заслуги Хакинга в популяризации науки были высоко оценены самыми разными институтами. Ученый стал почетным членом Королевского общества искусств, пожизненным членом Папской академии наук, был удостоен президентской медалью свободы высшей награды для гражданских лиц в США. Всего же наш герой получил 12 почетных званий в 2002 году. В результате опроса в списке 100 величайших британцев от BBC он занял 25 место, но это уже совсем другая история. Она была история Стивена Хакинга до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых звезд и явлений. Если хотите больше подобных статьей проявите активность, лайки, комментарии, подписку на канал. Чем больше актива, тем больше у меня мотивации делать больше статьей. Спасибо за уделенное время моей статье «Жест приветствия». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!